Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки Ниндзе Легенды. Ежедневные награды Лига Сюгунов, две звезды я забираю. Отличненько, так, по заданиям у меня все выполнено, в магазине нам делать нечего и приступаем, наверное, сразу же с турнира. Так, я в данный момент Лига Сюгунов, у меня 72 ранг. Слушайте, ну опять меня скинули, я таким макаром никогда не доберусь до топчика. Нина, ну а почему бы мне, например, не подраться именно с Ниной, да? Я думаю, что она будет рада. 56 уровень я вижу здесь у него по максималочке, да? И нам надо... Слушайте, а я не буду ничего делать, я возьму Тигра, Хана, возьмем Бибопа, Усаги и, конечно же, нашего Леонарда. Я сейчас немножечко собираюсь бустануть, так скажем, отрывчик сделать. Естественно, все это будет с помощью Леонарда делаться. Так, поехали. Шик! Ой, выжил кто-то. Ну-ка, давай-ка мы проучим, наверное, Леонарда вот этого. Хоба! С ноги. Так, я думаю, Усаги должен, в принципе, заблокировал способность, это уже плюс. И Шархан добьет его. Изи. Так, ну что же, неплохо начали. Продвигаемся сегодня, кстати, мы будем фармить, ну, по крайней мере, пытаться Усаги. Да, сегодня открылось дополнительное испытание у нас. Так, и у нас 59-я позиция. Это уже крутенько. Так, Мелисса. Радость ты моя. Как же я тебя долго ждал. Здравствуй. 53-й уровень, это самое то. Ну, 54-й тут, правда, есть, затесался, так скажем. И я хочу, наверное, отыграть слабеньких своих персонажей. Пока такая возможность у меня есть. Возьмем сюда Леонарда и попробуем забомбить. Главное, чтобы он положил как можно больше противников. Ну, они в серебре, поэтому я думаю, что у Леонарда это, в принципе, должно получиться. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо, братюнь, буянить. Успокойся, пожалуйста, майки. Вот, отдохни, сыграл свою роль и хватит на этом. Ну что же, а мы двигаемся далее. Я опять же хочу попробовать Леонарда, конечно же, взять в команду. И в Лигу Сигунов 3 звезды добраться. 45-я позиция. Так, смотрим. Ну, смотрите, здесь Айдамир. В принципе, ребят, если посмотреть, да, он самый слабенький из всех. И поэтому я буду брать именно его. Айдамир. Кстати, такое неплохое имя, да, Айдамир. Ну что же, давайте попробуем. Опять же, вертушка Лео. Ну, это только он здесь, ребята, справится. Остальные вряд ли не потянут. Ой, вот это опасно. Сплинт, рупади, отлично. Ну что, ролевик. Так, не подведи меня. Майки. Ну, ядрена вошь. Ну, давай так сделаем, попробуем. Кунаичи. Ее. Да, ребят, я вас прекрасно понял. В комментариях я все прочитал. Действительно, Кунаичи стоит качать. Ну вот как? На нее очень мало где падает ДНК. Я бы с удовольствием, наверное, прокачал бы ее. Так, 32-я позиция, как вы видите, у нас. И мы продолжаем. Ух ты, смотри-ка, сколько мне дают, ребята, серебряных противников. Хм. Стефан, давай-ка мы, наверное, начнем с тебя. Начнем с тебя. Ну, тут уже нам придется вот этих вот брать героев моих, да? Потому что ниже уже, ну, не стоит. Там 30-е уровни. У них инициативы мало. Мы можем сфейлиться. А я этого не хочу. Поэтому поехали. Вертушка от Лео. Жих. Ага, выживает Бибоп. Майки, вот это ты хорошо делаешь. Что-то снимаешь с себя антибаф, которых почему-то не было. Пью. Так, тихо, 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 тихо. Не надо буянить, парень. Кирби, молодца. Красиво сработал. Ну, шикарно, Донни. Молодцы. Вы меня сегодня радуете, я смотрю, да? И это круто. Ну что же, мы с вами продвигаемся в Лигу Сегунов 3 звезды. И это однозначно мы сегодня заберемся. Как бы тут не сопротивлялись они, заберемся. Но мне-то хочется попасть в мастера. Так, Паша. 59-е уровни здесь у него. Да, будем приступать именно с Паши. Раз, два, три, четыре. Ух, Армагоша у нас еще, да, получил пятую звезду вчера. Так что все отлично. Все прекрасно, как всегда. Ну что же, Лео, не подведи, родной. Да, даже если подведешь, мои ребята тут добьют. Вот, Паукус, например, Шмык. Ой, Рокстеди выжил. Давай-ка я посмотрю, ребят, на этот эпичный удар. Классно. Да, надо будет прокачать ему, кстати, вот этот вот метеоритный удар. Или астероидный. Будет прикольно. Я, кстати, недавно только прочитал, да, что этот Армагон, это вообще у нас космический... Космический, как тебе сказать, охотник за головами. Он наемник. Акула это. Так, ну что, ребята, Лига Сюгонов две звезды. У нас вторая позиция. Я думаю, что после этого боя мы с вами перейдем уже в Лигу Сюгонов три звезды. Да-да, именно так оно и будет. Так, тут 55 уровней, поэтому я думаю, что мы можем, наверное, справиться и без... Без Леонардо. Давай попробуем. Главное, чтобы в волну выпустил у нас Бакстер Стокман. И, соответственно, они все должны упасть, рассыпаться или, по крайней мере, отдуплиться от отравления. Морозильная кошка здесь есть, да? То есть мы готовимся к глобальному отхилу. Я понял, я понял. Я не буду сейчас, ребята, задействовать крик души у Карайки. И также не буду делать массовую атаку именно Змейка Вьюном. А вот здесь, наверное, сделаю все-таки. Ну, вот. Крутенько все получилось, как надо. Все, изи. Изи-каточка это была, на самом деле. Ну что, еще, наверное, у нас с вами один бой. Всего лишь, к сожалению, один бой. Но мы в любом случае с вами в Лигу Сюгонов три звезды попадаем. Только позицию посмотрим. 93-я. Маловато на самом деле будет. Маловато будет, я тебе говорю. Так, ну что, Оленька. Нет. Наверное, мы возьмем все-таки Адама. Да? Или Оленьку. Или Адама. Нет, я возьму все-таки Оленьку. Оленька, она как-то ближе. Роднее. И это у нас, получается, последний бой. Как раз я всех своих персонажей задействовал, да? Ну и накатим, а потом уже пойдем с вами. Во-первых, нам нужно пройти еще одно испытание, да? Я вас спросил, мне напомнить. Вы мне напомнили. Я это запомнил. Мне так, как говорится, в голову въелось. И теперь нам нужно допройти. Так. Кого нам бомбануть? Кого нам бомбануть? Наверное, надо Бакстера Стокмана убрать отсюда. Потому что он может... Во! Уже ничего он не сможет сделать. Ладно, Майки, успокойся. Я понял, что хочешь свою команду укрепить, но у тебя ничего не получится. Но Леонардо сейчас Хилл сделает. Поверьте мне. Или не успеет? Посмотрим. Дудуч. Не успеет. И Бибоб падает. Все. Нормуль. Без потерь. В Лиге Сегунов 3 звезды. Завтра на работу. Поиграть не получится. Блин. И неделя, да, заканчивается? Ну, я постараюсь как-нибудь выбиться в Мастера. Ну, на худой конец мы останемся с вами в Лиге Сегунов. Хотя мне ДНК нужны именно на Донателла Ролевика. Ну, что же. Идем. Да нет, 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 нет. Нам нужно воспитание. Так, какое? Городская война тени на солнце, да? По-моему, мы с вами не прошли. У нас закончился сыр в прошлой серии. Так что с шенигами мне нужно получить в обязательном, ребята, порядке. И я рискую. И я рискую. Пять волн. Мы практически на равных здесь по уровню с нашими врагами. Поэтому будем потихонечку разбирать. Так, ну-ка. Эть. Ага. Защиту понизили. Что ты делаешь? Бомбанул потихоньку. Давай вот так вот сделаем. Вдруг на кого-нибудь контратака. Ух. Четенько. Да ладно, успокойся. Сейчас получишь ведь. Сейчас ведь получишь. На. Зэк. Туф. Молодец. Так, волну не буду я пока ее тратить. Пока не будем. Вообще все массовые атаки я придержу напоследок. Потому что там будет у нас отряд где шенигами. Да, по-моему там будет кунаичи стоять. С ними тяжело будет бомбить. А эти пока еще ватники. Тут у нас клоны, дроны и так далее. Стрелозады всякие. Так. Ну давай пробьем, попробуем. На. Слабо конечно Ванюша бьет. Своим кастетом. Очень слабо. Опачки. А не припухлили вы, родные мои? Контра-атаку взяли. Тыч. Отдуплись. Отдуплиться наверное когда-нибудь. Так. Тут надо ребята наверное защиту дополнительную поставить. И бить уже на глушняк просто-напросто. Ну-ка. Атакует. Хорошо, что мы с вами под защитой стоим. Поэтому урон вообще минимальный. По одной единичке они нам сносят. Так. Что-то там опять массовое, да? Массовое. Слушай, знаешь что самое плохое? Что у меня здесь нет хиллера. Вот в этой команде хиллера нету. Без него конечно же очень сложно будет. Уже зароя маловато у наших героев. Так. Давай наверное волну запустим. Не хочу я с ними тут рассоливаться. Так. Кто? Вот этого добьем. Так. Этого. В провокацию Рокзара тоже не хочу брать. Потому что я боюсь, ребята, он погибнет. Он погибнет, если они будут все атаковать его. Да что ты будешь делать, Ванюша? Держись, родной мой. Держись. Я знаю, что у тебя мало там здоровья. Но как-нибудь они его атакуют. Так. Четвертое. Это предпоследняя волна. Здесь Ленарда, Майки и Морозильная кошка. Поэтому придется вот так вот сделать. Не понял я. А как? Каким интересным образом Морозильная кошка избежала удара? Ну-ка. Это я сделал, ребят, специально. Чтобы... Так, подожди. Подожди, подожди, подожди. Массовую атаку или расстрелять их всех? Давай расстреляем. Так. Пробьем, интересно, Микеланджело или нет? Почему мы мажем? С какого? Во. Морозильная кошка. Будешь себя охилять сама? Давай хильни лучше себя. Нет, все-таки я решил атаковать. Ну ладно. Вот так тебе. И вот так. Все, ребята. Пятая волна. Кто у нас тут? Кунаичи, Карайка, да? И Шенигами. Опять же, я поставлю дополнительную защиту. Потому что враг сильный, 75 уровня. И будем бомбить массовыми атаками. Которых у нас не так много и осталось, в принципе. Кого нам убрать? Убрать надо ниндзи отсюда. Чтобы не нервировал. Так, теперь мы можем в Кунаичи бомбануть. Давай так сделаем лучше. Е. Так, держится пока парень, да? Рокзарчик пока держится у нас. И это хорошо. Ну что, Карайка. Пора, наверное, тебе отдуплиться. Ай, Ваню все-таки бомбанули, ребят. Уничтожили Ванюшеньку. Ну я этому не удивлен. Так, ну что, Кунаичи. Пора тебе отправиться к прадцам, наверное. Ну хорош ты своим духом тут пугать меня. Хорош. Ну-ка, а если так? Оу. Слушай. Да ну, ты видел? Ты, да почему? Блин, ребята, у нее у ворот. И я не могу попасть по ней. Ты прикинь, мажем. А если волну? Да ну. Так, что? Ой, массово. Ой, это вот сильная атака. Так, я понял. Запрет хила. Сейчас, по-моему, кого-то уберут у меня. Зэк. Зэк, 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 зэк. Дай-ка я попробую наказать. Да что-то такая сильная-то, а? Бабулец. На тебе. Давай ракетой. Фух. На пределе, ребята. На пределе все это дело было. Но, тем не менее, ДНК на шейнигаме я получаю. Ну, как вы понимаете, что дальше смысла идти нет. У меня там просто разберут. А там у нас сплинтер. Да. Вот это вот, кстати, испытание. Городская война. Тень на солнце. Пока мне не поддается на полное прохождение. Да? На три звездочки. Все уровни. Ну, что же. Теперь наша любимая часть. Это... Ха-ха. Да-да. Только хотелось бы посмотреть, кого нам ребята здесь дадут. В команду. Так. Посмотрим. Я, честно говоря, ожидал немножко другого поворота. Ну, это что это такое, ребята? Ну, что это такое? Ну, что это за команда, а? Ну, что это за команда? Тут еще и грибочки. Блин. Ну, сейчас начнется развлекалово. Массовая атака пошла. Сразу же. Он без компромиссов просто. Чуф. Понятно все. На-ка. Рафаэль. Что, мне придется здесь одним Рафаэлем, что ли, играть? Ну, и, наверное, следующий бой мы еще возьмем с вами Паукуса. Да. Не очень хороший фарм у нас, ребят, получится. Не очень хороший фарм. Так. Ну, ладно. С этим-то мы с вами справимся. Первый бой, он самый легкий, поэтому нормуль. Получим с вами одно ДНК и возможность этот уровень пофармить. Но этого маловато мне, на самом деле. Я хочу больше. Я хочу больше, сочнее, вкуснее. Даже две ДНК. Слушай, ну, хорошо, хорошо. Так. Убираем отсюда вот этих двух парней. И будем чисто играть Рафаэлем и Паукусом. Рафаэль, естественно, сейчас будет вставать у меня в провокацию. Если успеет. Да успеет, конечно, ребят. Они сейчас будут мазать. Так. У него месть стоит. Активировалась. Вот Паукус тут. Слушай, как им будем с вами, интересно, потом Рафаэлем одним играть? Кто мне это подскажет? Я не знаю. Я не знаю. Ну, тыч. Отлично. Так, Паукус, давай бросай свою паутинку. Неплохо. А теперь встаем просто с вами в провокацию и ждем, когда нас будут атаковать. Опять со своей массовой атакой. Ладно, Паукус должен выжить. Паукус должен, ребята, выжить. На. Так. Ой, Паучок. Грибочек. Ну, ты зря выделываешься, на самом деле. Пришел тут мне. Да, конечно. А вот Паукус, конечно, сдает свои позиции. Вы видите, сколько у него ребят здоровья. Вообще ни о чем. То есть, в следующем бою нам придется с вами драться одним Рафаэлем. Мне кажется, шансов, конечно, у нас будет мало. Очень мало. Но, тем не менее, мы с вами, опять же, зарабатываем 2 ДНК и возможность фармить этот уровень. Но. Так, в общей сложности пока 4 ДНК заработали. Так, поехали. 60-й уровень. Жестко, бедный Рафаэль мой. Сейчас его тут будет мутузить. Все, кому не лень. Налево и направо. Так, а он еще и контратаку, да, ставит? С дополнительной защитой, я тебе хочу сказать. Жестоко. Это очень жестоко. И Рафаэль, как мы видим, ребят, получает у меня, ну, маленький урон, но получает. И это пока просто от грибочков. Я не знаю, как будет тут Усаги наяривать. Но, я думаю, будет жестко. Так, опять он со своей массовой так это достал уже. Эй, Эдзимбо. Ох, еще и постепенный урон навесил мне. Слушай, это совсем плохо. Давай. А зачем я беру провокацию, если я здесь один? Кто мне скажет? Ой, тупанул. Ладно, ребят, на самом деле провокацию я взял для того, чтобы поставить себе дополнительную защиту. Так. Там не только дополнительная защита, там еще и крит у меня. Так, ну что, Усаги, давай посмотрим, кто кого. Да хорош, успокойся. Раф, ответь ему. Ответь ему. Так, погнали. Я просто со своей инициативой. Он меня запарит, ребят. Так, мы давай попробуем тоже постепенный урон на него повесить. У меня прокачано вроде бы неплохо. Е-е-е-е. Хе-хе-хе. Ну что, кто кого передамажит, парень? Я думаю, что ты все. Ты сфейлился, голубчик. Нормуль. Ребят, ну вы понимаете, что на следующий бой лучше не суваться мне. Ну, там просто будет жесть. Он меня заколбасит. У него будет какой-то 80 уровень, да? О, 3. То есть, 4 и 3, 7. 7 ДНК, ребят. Вы понимаете, да? Что вот сюда вот. Ну, это нет смысла идти 70 уровня. У меня просто распишут. Как баклажан здесь. Единственное, что я могу предложить, это вам вот здесь вот вытянуть еще 3 ДНК. Попробуем. Ой, как у меня мало откатов, ребятулечки. Но я все равно попробую. Э-э, комикс, чувак. Зачем мне этот комикс? 6 серебряных осколков. Мутагеной. Да какого лешего? Слушай, ребят, на самом деле все очень плохо. Потому что у меня откатики заканчиваются. Сколько они стоят? Сколько они стоят? 500 бакинских стоят 100 штучек. Вот это мне нужно. Так, ну, мы знаешь, что можем с тобой сделать? Вот здесь немножечко пофармить. Да? Давай пробежимся, наверное, по-быренькому. Тут у нас железноголовый. Ну, сколько мы с вами заработаем здесь? Ну, штучек 15, наверное, да? Откатов. Это если мы пройдем полностью. Но я сомневаюсь, что мы всю волну эту пройдем. Так, давай вначале на изи. Сколько нам? 4 или 5 дадут? Как говорится, с первой ходочки нам не очень много. Но, тем не менее, подкопить надо. Сколько там? 3! Вы смеетесь? Так, в следующем дадут 4. Потом, наверное, дадут 5, 6 и так далее. По одному будет, да? С каждым уровнем будут по одному откатку мне давать. Судя по всему. Ну, давай. Тыч! По щечинку такую, да? Бластером. И добивочный. Все, ребят. Так, 3 и тут 4, да? Получается уже 7. Слушай, ну, все равно этого мало. Нам всего лишь нужно получить 4 доллара. И тогда мы сможем купить 100 штук. Да, нам не хватает до 500. 4 бакинской. Так, ну что, поехали. Попробуем этого наказать. А уже на следующей волне. Я даже не знаю, сможем ли мы ее вообще пройти. Но, тем не менее, согласитесь. Все-таки 7 ДНК на Усаге. Это крутенько. Это крутенько. Что? Не говори. Так, попробуем. Оп. Слабо. А если так? Жух, слабо. А если так? Мощно. Еще и бонус сняли с него какой-то. Так, что ты там делаешь? Ну-ка, заблокируем. Не получилось. А так? Пощечина не прокатила. Ну-ка, вот там поджариваешь все. Ага, Криса. На. Получи, распишись. Ну что, ребята. Здесь тоже у нас удачно получилось. А вот, наверное, на следующий все. Сейчас мы посмотрим. Там какой уровень-то был? Так, 5. 5 откатов получили. И нам будет доступно 6. Ну, слушай, я думаю, 80-го уровня нам не потянуть. Не потянуть. Наверное. Попробуем? Давай попробуем. Ничего не теряем. Ну, 80-го уровня. У него инициатива, ребята, будет просто зашкаливать. Он будет сейчас бомбить за 2 раза за 1 ход. По 2 раза будет бомбашить. Смотри. Начинается поджога. И сейчас... Погоди-ка. Можно попробовать его замедлить. Если получится. Получилось. Ну, опять же... Ой. Бедный-бедный мой, ребята. Крис Брэдфорд. Не-не-не-не-не-не. Это как-то вообще... Нет, не серьезно, ребята. Ну, что это? Ну, сейчас добьет его, да? Естественно. Он такие штучки не прощает. Так. Может, волну? Может, постепенка повесится на него, ребята? Е-е-е-е. Так, вот это хорошо. А, заблокировать. Угу. Заблокировал. Аж 20 раз. Зэк опять, ребята, у нас под постепенным уроном. Угу. Он его добьет. Он его добьет. Зэк сейчас у меня сам одуплится. Хе-хе. Он одуплится от постепенного урона. Поверь мне. Ай-яй-яй. И снялась, да, с него постепеночка? О-хо-хо-хо-хо-хо. Нет. Не вариант, ребятушки. Не вариант. Ну, чуть-чуть не хватило. Ну, не могу я его пробить. Ну, что я сделаю? Ну, 80-го уровня все-таки. А у меня 70-го. Никак не вышло. Ладно, хорошо. Поехали. Где у нас там? Какой-нибудь магазин, елки-палки. Вот сюда вот. Кстати, погоди-ка секунду. У нас еще вот здесь есть. Давай-ка посмотрим, что нам тут дадут. Ну, как всегда. Ну, как всегда. Вот почему таких вот ватников не дают против вот таких вот этих? Ну, я не смогу. Ребята, два босса, извините меня, 70-го уровня. Плюс вот это что это у нас за крэнк с пушкой? Я такого не знаю, не видел. А ведь эти штучки мне нужны. Вот эти вот все штуки, ингредиенты нужны, ребята, для того, чтобы я мог прокачивать на седьмой уровень скиллы. Понимаешь? Без него я просто встал. И все. Так, ну что? Продолжаем здесь, ребята. Попробуем. Давай. Портрет короля. Е-мое. Ну вот, это уже совсем, ребят, другое дело. Это уже совсем другое дело, потому что три ДНК мы с вами ухватили. Ноусаги. Итого у нас 10. 10, ребята, ДНК, получается. Заработано. Поехали. Приманка для маузеров. Зачем? Все. Все, ребят. Сыр закончился. Ну, раз закончился сыр, значит, ребята, и серия наша тоже подошла к концу. Ну что ж, будем закругляться и обязательно увидимся в следующей серии. В новых, как говорится, видосиков. Так что удачи и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...